Они враг народу. Как можно помириться? Абсолютно нельзя. Кипит работа. Всё армянское летит на свалку. В Дребезги разнесена телефонная станция. Сажаются все дома подозреваемых в нелояльности армян. Новые хозяева занимают дома и участки тех, кто имел несчастья казаться на пути Советской армии и ОМОНа. Армянский гиташен стал азербайджанский чайкендъм и потому не должно остаться никаких следов майской трагедии. За Аркетчим, Мамашидом и Бузуком настала очередь Вериншена. Пока это лишь перестрелка. Муки нет четвертый месяц. Хлеба постоянно кому-то не достается. Да и хлеб такой, каким не был даже во время Второй мировой войны. Столько уже времени идёт война. Стреляют по нас пулемётами и пушками. Всё подряд уничтожают. Ничего не осталось уже. Вы хотите уезжать из этих ваших местах? Нет, никогда не хочу. Куда ехать? Куда? Это наша земля. Здесь и наши классы. И здесь наши отцы. И мы. И судьи ребят. Куда ехать? Куда ехать? ... В середини августа село обстреливали не толика градобойные пушки, но и армейские танки, БМП и гаубицы поливали снарядами и нурсами хорошо известные по Афганистану вертолеты и крокодилы. В ночь на 20 августа в поселу было выпущено более полутора ста снарядов. Все ждали штурм. Виргодзянцы обстраливают вереншен крупнокалиберной артиллерии. Может быть много жертв, но не можем выяснить и за обстрелом. Вот слышишь звук? Армия на высотах. Девять единиц. БМП, БТР, два вертолета. Смотри, чтобы народ в панику не впадал и не метался. Пусть пережидают в подвалах. Все будет хорошо, мы на вас надеемся. Продолжение следует... На утро стали видны масштабы разрушений. КОНЕЦ Обстрел массированный со стороны азербайджанцев. Идет орудием, градобойным танками и крупнокалиберным калиметом. КОНЕЦ КОНЕЦ Умеряешь, но мою землю умеряешь. Доченька никуда не пойдет. Стреляют. Днем, день и ночь. Кули, доченька, вот кули. На дворе сидит на столе, чтобы что? Кусок хлеба кушал. И вот получал. КОНЕЦ 23-миллиметровый снаряд попал в семилетнего мальчика. Вдруг мы слыхали стрельба. Ребенок падал перед нашим глазом и видим, что голова нету. Все взорвались. Даже ребенок не мог спеть кусочек хлеба съесть. Разве можно стрелять советским, солдат стрелять советскими детьями? КОНЕЦ Прибыла комиссия Генштаба Вооруженных сил СССР и депутаты Верховного совета РСФСР, ознакомившиеся на месте с положением дел. КОНЕЦ Корректировали огонь артиллерии буквально по десяткам метров. Вертолеты работали с слева. Где стояли орудия? Орудия стоят за этими горами. За, да? А корректировать их... Слышка. Семьдесят девять, сто тридцать восемь, 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 восемь. КОНЕЦ 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 обстреливать мирное население. Так все дети, все взрослые, все женщины уже за их местами. Дети болеют уже желтухой, болезней Боткина, от испуга. ОМОН хочет изгнать нас из собственных домов. Не будет этого. Жили здесь и будем жить. Любой ценой будем защищать наши дома. Неужели нет возможности, нет выхода из этого состояния? В конце концов, дайте указание вашим этим кобрам. Пускай один раз прилетают, убивают всех и вылетают. У нас нет оружия, чтобы мы их могли убрать. Я не знаю, армию превратили в кооператив или что. За каждый вылет они получают определенные суммы и вылетают. Мы все виноваты. И вы, и я, и я, и ОМОН, как народный депутат. Что мы дожили за такой жизнью, что своих детей эвакуируем на родной земле. Только Горбачев не было. В наше время. Комиссия побывала и в занятом ОМОНом Эркечи. Говорит офицер советской армии, свидетель трагедии Геташена и Мартунашена в месяце мая. Три БТРа мы туда послали, и одну санитарную машину. Видели применение, так сказать, оружия. Видели разгромленный Мартунашен. Горящий. Да. Я лично старика, видимо, изрубленного, видимо, топором. Это из Мартунашена привезли. Кроме ОМОНа, кто больше там, по-моему, никто не мог издеваться. Привезли женщину с постреленной рукой, пытались снять кольцо с руки. Я, говорит, не дала, мне, говорит, пострелили. Танки видел там, войска, которые окружили. Мы там с военными не разговаривали. Погрузили в три БТРа. Женщины в основном детей. Там женщина раненая с пятью детьми. Да, нормально, пять лет детей. Забрали. Забрали пять трупов. Забрали человек на 12 раненых. До отмены чрезвычайного положения. В этом районе обстановка была, ну, как сказать, более-менее нормальной. Лучше, чем, по крайней мере, в любом другом районе НКО. Как только сняли чрезвычайное положение, ОМОН сразу попытался повести под видом проверки паспортного режима. Операцию, основной целью ее неумелось, именно, видимо, депортации. Буквально через несколько часов начались события в Узлоке, Мазашиде и Аркече. Если мы получим приказ не давать возможность в этом районе применять, так сказать, ОМОНом силы, прекращать стрельбу, то мы, видимо, будем являться сдерживающим партоном. Еще одна встреча. Этот бывший рядовой расскажет о себе сам. Степанакерти, верхней частью, 18-920. Ну, сбежал по той причине, что меня били каждый день, считай, солдаты, акцеры. И сбили из-за того, что я попытался помешать продать одного армянина. Во время паспортного режима вытаскивают нужного армянина из дома, из квартиры, и продают его тот же азербайджанцам. Сумы довольно большие. Бывают даже 50 тысяч столб. Если человек, значит, армянин сопротивляется, его силы, значит, хватают и везут в тюрьму в Шушу. Я знаю, что из Шушинской тюрьмы живыми не выходят. Сейчас я нахожусь полностью на армянской санне. Помогаю армянам, армянскому народу отстаивать свою независимость. Контр-адмирал Тимур Гайдар, писатель-журналист. Здесь я оцениваю с военной точки зрения, как очень тяжелый. Военное положение Виташена очень трудное, уязвимое. Распостывающие высоты, заняты наблюдательными пунктами противника. Он имеет возможность вести огонь с закрытых позиций. Это очень тяжелое положение. Но я вижу здесь мужественных людей, смелых, и готовых даже в этом тяжелом положении бороться за землю своих отцов и дедов. И сейчас, после замечательной победы демократии, возможности реальные и необходимость реальной немедленного прекращения кровопролития увеличились. Азербайджанцы, может быть, не остановят, но без поддержки нашей армии, я вижу ситуацию, без поддержки нашей армии, они вряд ли что-то могут сделать. Просим выйти на Москву и запросить, почему вмешиваются войска. Успехов не на Янаево и на Язово. То есть переворот для этого сделали, сволочи. Салют каравана, кракет, стоя, с колена, лежа. И потом укрыться. Потом укрыться. И поскопенно будет раздеть. Чтобы мог укрыться. Вот такая задача. Кроме этой задачи, это конкретируемый диверситут. В сентябре стало ясно, что остается либо эвакуировать жителей из находящегося под непрекращающимся обстрелом села, либо сбить ОМОН с окружающих высот. Было решено на утро атаковать позиции ОМОНовцев. О жизни в осажденном селе шла своим чередом. Командир Санвел стал крестным отцом своих бойцов. Оливия в осажденном селе шла своим чередом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это Омоновский лагерь. Два месяца обитатели этих палаток держали под огнем Вериншен. Устроились они здесь основательно. Однако стоило только советской армии лишить своей поддержки ОМОН, как выяснилось, что самостоятельно удерживать подаренные им десантниками позиции азербайджанские гвардейци смъгли не более двух часов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Скромной была радость бойцов самообороны. В бою за высоты погиб их командир и крестный Санвел. Таким был Бузук, когда его 14 сентября освободили отряды самообороны. Оскверненное кладбище, разбитое надгробие, сожженные дома. Это имена тех, кто намеривался стать новым хозяином. Этот дом построен в 1882 году Варданом-Оганессианом. Виден знакомый почерк орудовавших в 1991-м ОМОНовцев. Перед бегством новая хозяева увезли, что смогли, что не успели, сожгли и разбили. Потянулись к родным отчагам жители Бузука. Я такое бедство никогда не видала. Все разбили, все разбили. Все разломали здесь. Сколько лет, 45 лет это настроило. Если бы было возможно сделать что-нибудь, чтобы мы спокойно жили у себя дома. Ничего, что все разграблено и разрушено. Мы их все заново построим, лишь бы остаться на родной земле. Несколько дней спустя парни освободили Манашид и Еркеч. Смерть Дивана произошла в этом же усотке, сейчас так называемой Диванской горе. Если бы не Диван с своими ребятами, без нас бы он тоже вернулся в Антонию. Я познакомилась с тысячелетни истории християнского края. Его величественным и трагическим прошлым, жестоким и кровавым вчерашним днем. Невыносимо тяжелым днем сегодняшним. Так, дай Бог, чтобы завтрашний день принес с собой что-то большее, чем только надежда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»